Дорогие друзья, я приветствую вас сегодня Из святого города Иерусалима Из его северного района Рамот А ведь здесь когда-то жил пророк Самуил, Шмуэль Ановей Который помазал Давида на престол Царь Давид был великим пророком и великим воином Защитником народа Израиля И как тогда, 3000 лет тому назад Так же и сегодня Евреи нуждаются в защите от жестоких врагов От тех врагов-террористов, которые устроили страшную резню 7 октября От тех террористов, которые продолжают посылать ракеты на мирные израильские города А так же, как и тогда, когда царь Давид просил Всевышнего спасти его от лжи Так и сегодня Израиль нуждается в защите от пропаганды лживой Которая распространяется против армии обороны Израиля В тот момент, когда президент Байтон приземлился в Израиле Велась страшная и ложная пропаганда того, что якобы Израиль подверг ракетному обстрелу госпиталь в секторе Газы Израильская армия исследовала этот вопрос и предоставила доказательства того Что на самом деле ракета была выпущена исламским джигадом Доказательства включают в себя снимки, сделанные арабской телевизионной станцией Аль-Джазира Примером другой лжи, с которой нужно бороться, является заявление российского посла в Израиле Которое опубликовалось в российских средствах информации и пропаганды О том, что якобы русскоязычные евреи бегут от мобилизации в Израиле Одна женщина поделилась любопытной перепиской со своими друзьями Которые предложили ее детям отсидеться в России И говорят, пусть они приезжают к нам и, так сказать, переждут Она ответила им, что это может быть у вас убегают от мобилизации В то время как у нас бегут в свои военные части Это происходит повсюду в Израиле Вы, возможно, слышали о том, что здесь 130% исполнения, так сказать, нормы мобилизационной Поскольку многие израильтяне приходят и просят, чтобы их приняли добровольцами То чувство единства и желание защитить свой народ, который существует сегодня в израильском обществе Оно просто непередаваемо Израильтяне понимают, что им предстоит тяжелая война с террористами Хамаса Возможно, и с террористами Хизбалла в Ливане Не дай бог, этот конфликт может перерасти в прямое столкновение с Ираном Не все воины Израиля вернутся домой Уже сегодня проходит много похорон Как солдат армии обороны Израиля Так же и мирных жителей, которые были убиты террористами на юге Израиля Например, здесь, в этом районе Рамот, несколько дней назад Проходили похороны двух братьев, семьи Слуцких Которые находились в момент этой трагедии 7 октября в городе Бершивы Узнав о том, что произошло, они сели в машину, взяли оружие И поехали защищать свой народ К сожалению, они погибли в боях Когда здесь проходили похороны, то жители района вышли на улицы с израильскими флагами Равин Рав Канай, сам ветеран армии обороны Израиля Который был ранен в боях с Хизбаллой Обратился и сказал, что По мнению Маймонида Рамбама Солдат, еврей, защищающий свой народ Должен знать во имя, чего он воюет Он защищает еврейские ценности Он защищает справедливость, милосердие Человеческое отношение к людям Рав Канай упомянул, что Тура начинается со слов Всевышний сотворил небо и землю И мудрецы Талмуды удивляются Ведь Тура это не исторический документ А это указание, как нам себя вести Поэтому можно было бы начать Туру с рассказа об исходе евреев из Египта И о том, что нам в память об этом нужно есть мацу Почему же Тура рассказывает о том, что вначале сотворил Всевышний небо и землю И мудрецы отвечают, что, собственно, вся первая книга Пятикнижия Рассказывающая и о творении мира, и про отцах нашего народа Учит нас тому, что до того еще Как мы принимаем на себя законы Торы Включая и, собственно говоря, мацу и многое другое Мы должны помнить, что мы должны быть такими же благородными, честными, справедливыми людьми Какими были наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков В своем комментарии легендарном Раше Отвечает на этот вопрос следующим образом Приводя также слова Талмуда Я помню, кстати, когда-то впервые в Москве, когда взял в руки Тору То прочитал как раз этот комментарий Раше О том, что придет время И скажут народу мира Окупанты вы, но насколько это было релевантно тогда Так же это релевантно и сегодня И что же мы, евреи, можем ответить на это обвинение в том, что оккупанты мы А мы скажем Всевышний сотворил небо и землю Земля принадлежит ему Он разделил ее между народами И эту землю дал нам То есть право Израиля на эту землю закреплено документом Которым и является Тором Многие удивляются и спрашивают Но подождите, что вы можете сказать террористам? Или что вы можете сказать тем народам мира, которые просто не верят в Тору? И отвечают Если мы верим в Тору и в наше право на эту землю То тогда и лишь тогда Народы поверят нам И для того, чтобы у нас были силы защищать свой народ Отстаивать право нашего народа в медийном пространстве Или поддерживать армию обороны Израиля материально Мы сами должны прежде всего ощущать страдания нашего народа И потому, знаете, друзья Каждый раз, когда я вижу сообщение о том Что русскоязычный солдат-одиночка Сегодня проходят его похороны Я все бросаю И бегу на похороны этого одинокого солдата Для того, чтобы показать, что этот одинокий солдат на самом деле не одинок Так произошло буквально несколько дней назад И на этих похоронах я встретил Натана Шаранского Который пришел туда, собственно говоря, по той же самой причине Узнав, прибежал на эти похороны И вот, чем он поделился с нами Сообщение о смерти Шлома было написано Хаяль-Бадеп, то есть одинокий солдат Но нет такого понятия одинокий у нас в Израиле Как видите, пришли те, с кем нарывал Те, с кем он приехал из России И с тем, кто начался в ноле У нас только что произошла страшная трагедия Самый большой, может быть, погром в истории Когда за один день убито 1200 человек У нас есть кому отвечать за служащие нашего народа И поэтому сейчас все разногласия исчезли Все дни на одинку гарантируют, что те, кто хочет нас убить, будут убить Все, спасибо Когда я заходил на кладбище, то встретился с известным лектором Ицхаком Пентусевичем Я нахожусь на военном кладбище на горе Герцеля Мы видим Шлома Решетников прямо в 12 часов Руи на горе в 11 часов налево уже прошло И Тур Маркович в час дня Артур Маркович, тоже наш русскоязычный И Анар Шапира, который в час дня И вы пришли почему? Только потому, что вы чувствуете то, что я Рядом со мной Ицхак Пентусевич, легендарный спикер То есть вы просто тоже вот увидели и побежали, да? Даже как и я Поэтому все, кто с нами, друзья Я думаю, вы разделяете наши чувства И будем надеяться, что мир придет И будет здесь мир на небо Всего вам хорошего И что это последняя жертва И что это последняя жертва И какой урок вы можете извлечь из того, что сейчас происходит Что могут делать люди, которые находятся в Америке, в Москве, в Киеве Молиться, молиться это все силы Молиться считается умой И объединяться друг с другом Потому что когда свершение только от нас этого хочет, чтобы мы были вместе Один из моих друзей опубликовал призыв, чтобы люди прощали друг друга Если у них есть какие-то обиды И чтобы укрепляли мир в семье, в народе Это, конечно, в дополнение к тому, как два моих сына сейчас в Симхатару оба пошли Один в Цанхан, парашютист, а другой в Голлане Поэтому я молюсь, 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 чтобы и военная операция, которая, очевидно, предстоит в ближайшие часы, возможно, да? Чтобы она прошла успешно У меня есть еще одно, что надо делать, очень хороший совет Когда Яков Авину, наш братец Истраэль, шел один с сыновьями, и на него шел Исава С ним 400 было убийц, такой отряд убийц Что делал Яков? Он, первое, он молился Второе, он готовился к войне И третье, он посылал Исаву подарки с благодарностью Что вот благодарность Благодарность, я сейчас учу книгу Равшалу Маруша За благодарность Он говорит за то, что мы плачем, ноем, когда у нас все хорошо Это называется нытьохинам, да? Как было в Мироглим, да? Плач без, ну, как бы без причины То к нам приходят страдания, которые причина, есть причина плакать Он говорит, если мы в это время благодарим Всевышнего, Всевышний убирает страдания Этим мы исправляем то, что мы тогда плакали Поэтому сейчас нужно очень важно благодарить Всевышнего, благодарить за все, что есть у нас хорошее Прямо закрыть свой долг благодарности Потому что когда было все хорошо, я по себе могу сказать Я не ценил, все время я что-то недоволен, там, здесь, там Сейчас я говорю, верните то, что было, вот на неделю назад Хотя бы на неделю назад я буду в самый счастливый в мире Важные какие мудрые слова И я цитирую также слова Гера Реби, который сказал, что Причина, почему евреи не вошли в страну Израиля Из-за того, что не ценили, когда им дали землю хорошую Они беспричинно плакали И потому исправление оказаться в изгнании И ценить и благодарить за то, что есть, несмотря ни на что И благодаря этому достоиться войти в эту страну еще раз Мы желаем всего самого хорошего всем нашим слушателям И надеемся, что мирное небо и мир в Иерусалиме, городе мира Вернется очень скоро Вернется, и мы сможем встретиться все здесь Когда, будем надеяться, придет Машиих И тогда покажет еще сектору газа и всем нашим врагам В отстроенном Иерусалимском храме С нами сегодня замечательный раввин Борух Горин из Москвы И, Борух, я прошу, прежде всего, рассказать о том, что вы чувствуете сегодня Я знаю, что вы переживаете по дороге к нам, в Израиль Расскажите, пожалуйста, что у вас на сердце в этот момент Ну, я думаю, что то, что на сердце у любого нормального человека Особенно, когда ищет о евреях Огромная, я бы сказал, бездна Потому что, ну, кроме того вала горя и трагедии Которая пришла в тысячи семей Среди которых масса знакомых, близких А все остальные просто братья Еще и ощущение абсолютной беспомощности Собственной беспомощности Когда ты сталкиваешься со вселенским злом И веришь в то, что случится чудо, Господь поможет И что мы все, как народ и страна Израиля Победит эту гидру, но вот ощущение того, что Как сейчас выясняется, сутками Могли зверски убивать евреев И это происходило в Израиле Абсолютно постушающе То есть, не говоря об индивидуальном ужасе Это еще и, мне кажется, один из тех моментов Когда мы, как народ, испытываем ужас существования То есть, на мой взгляд, на кону само существование Еврейского народа, еврейского государства Еврейского менталитета Мы в одном из самых страшных моментов нашей истории Это мое глубокое ощущение Наши мудрецы, что Машех не может прийти А только когда митьяшимына Только когда ощущают, наверное, то бессилие, о котором вы говорите И мы надеемся, что сердца нашего народа Обратятся к небесам Потому что полагались на разведку Полагались на армию Полагались еще, может быть, на что-то На танки, на пушки И вдруг обнаружилось, что все рухнуло Нет нам на кого положиться Конечно, с другой стороны Мобилизация колоссальная в Израиле 130% И с поставленной цели Многие люди приходят добровольно Среди них один из моих сыновей пришел добровольно Другого взяли в ту же секунду И они пошли Когда я спросил у моего сына Который в Ценхане, в парашютистах Я говорю, почему? Тебя же еще не подвали Он говорит, а у меня есть 6 миллионов Или 8 миллионов У меня есть 8 миллионов причин, почему пойти Спасать в рейские жизни Что бы вы могли сказать Нашей аудитории в Америке Или в России, в Украине Где бы люди ни были Которые ощущают то же самое чувство Беспомощности Что же мы все-таки можем сделать? На первых Мира и Да укрепит Всевышний ваших сыновей Среди всех солдат Израиля Чтобы Бог был с ними И чтобы все благословения Были с ними вместе Знаете, у меня всегда Когда я размышлял О катастрофе Или о предыдущих катастрофах Еврейского народа Разрушение храма Инквизиции Хмельниччина Вот я именно в этот ряд ставлю То, что сейчас произошло У меня всегда Двоякое чувство То есть С одной стороны Ничего страшнее, чем вдумываться В смысл этого Нет, потому что Любой поиск смысла Это оправдание А оправдания этому нет Вы хороните Мальчика, который Не должен лежать В могиле И мать его не должна Приезжать его хоронить И никакого оправдания Тому, что мы видим На этих страшных фотографиях Нет И смысла в этом никакого Нет Не может быть никакого смысла А с другой стороны Наши мудрецы нас учили Что мы обязаны Искать для себя смысл Во всем, что происходит вокруг И человек не может сказать Что несчастье, которое случается Оно Случилось И не случилось И просто Развести руки В отчаянии И В немом вопросе Человек должен что-то делать В связи с этим И мы видим Что все предыдущие Трагедии еврейского народа Приводили всегда К одному и тому же К какому-то внутреннему Перерождению евреев Евреи как народ Становились Чем-то совершенно новым Чем-то другим После разрушения храма Они унесли с собой Этот храм И создали чудо Народа без храма В котором храм в каждом доме После инквизиции Евреи Смогли показать Что Не только в благополучных условиях Но и В Самых несчастных Изгнаниях Мы остаемся самими собой Мы научимся быть самими собой После катастрофы Пришло Возвращение евреев На свою землю В огромных количествах И это всегда Следствие Огромного количества Причин Но в первую очередь Какой-то глубочайшей Концентрации Евреев Вокруг Вот этого смысла Не вчерашнего А завтрашнего Кем я стану сегодня Я должен стать Совсем другим Я должен стать Совершенно Другой осмысленности Для меня Вот это Безумная И Не имеющая слов Жестокость Когда Демонстративно Убивали Младенцев И стариков Самыми страшными Казнями Которые только знал Еврейский народ За всю свою историю Главное Это Их убивали Ведь не Лично Их убивали Как евреев Как еврейский народ В этом ребенке Был Младенец Израиль В этой Старухе Была Старуха Рахель И В этом Главный Смысл Который Мы Это один народ Мы не можем Себе позволить Мы не имеем Права Себе позволить После такого Делиться На каких-то На 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 Людей Которые Друг с другом Не имеют Ничего общего Которые Мы вам не братья Нет Мы Мы не просто Братья и сестры А мы Абсолютно Один человек Один организм И Кем бы этот еврей Не был Какие бы взгляды Он не исповедовал Он мой брат Она моя сестра И вот это единство Как говорят Абсолютно Беспрецедентное Единство Которое Видит народ Израиля В стране Израиля И То Как В таком ужасе Застыли Евреи Диаспоры Это Застыли Как один человек Это единство По-моему Это единственный И главный Вывод И смысл Который можно В этом всем найти Вы хороните Не Чужого Ребенка Мы хороним Нашего Ребенка И Это ощущение Что Стреляют Стреляли В нас В каждого из нас Это главное Что мы должны Вынести Мы должны Научиться Быть Одним Организмом Не только В трагедии Не только В беде Но и в счастье И в радости Которая Непременно Придет Я хочу Напомнить Что Приведенная Вами Талмудическая Фраза Когда Описываются Все несчастья Народа Израиля После которого Придет Машир Заканчивающейся Известной Фразой А нам Не на кого Больше надеяться Кроме Отца наших На небес На небесах Шестой Любавичский Ребенка Трактовал Несколько Необычно Он говорил Так Что все Думают Что это Последняя Фраза Это Успокоение После Несчастья А это На самом деле Еще одно Несчастье Когда люди Говорят Нам не на кого Больше надеяться Мы сами Ничего сделать Не можем Нет Это мы Должны делать Отец На небесах Обязательно нам поможет Он с нами Но мы должны сначала Любить ближнего Своего себя Тогда он нас возлюбит Как одного человека Как один человек С одним сердцем Вот это мое главное Ощущение Я вот Еду в Израиль В первую очередь Потому что Меня разрывает совершенно Я не могу быть здесь Вдалеке от того места Где плачут Дети Жены Мужья Сестры Братья Родители Бабушки Дедушки Внуки Весь народ Израиля Плачет Я не понимаю Что мой приезд В этом смысле Чему он может помочь Мне это может помочь Я абсолютно Не нахожу себе места От того Просто что Я не рядом С этим Кошмаром Что я Как бы в стороне Конечно мы все Не в стороне И конечно Внутри нас Это все Пылает Но мне вот Необходимо совершенно Быть и физически рядом Вот это ощущение Которое должно По-моему нас оставить Должно быть с нами всегда Что чужая беда Это не чужая беда Это наша беда И чужая радость Это наша радость Чужое счастье Это наше счастье Это чувство Сохранить бы Тогда Будет найден Какой-то смысл То есть Смысл тому Чего смысла Быть не может Но именно этот смысл Евреи находили всегда И это нас объединяет Как народ И объединяло Как народ На пепелище Взяться за руки И заново строить Спасибо огромное За ваши слова Я Особенно ценю ваши Слова Вот этого глубинного Смысла О том Что нам не на кого Будет положиться Потому что Мы сами должны делать И не сделали Да И в этом смысле Интересно Что 12 канал Телевидения Израильского Опубликовал Что в момент Допроса Одного из Нелюдей Какого-то там Главаря этих Убийц Кровавых Он Объясняя Как бы причины Нападения Сейчас Как раз говорил Что их вдохновило Что сейчас Удобное Хорошее время То что евреи Между собой Воюют Внутри страны Так вот Они просчитались Они сильно просчитались Они получат В результате Единый народ Который будет Таким едином Которого они Ищут Я хочу Благодарить вас Борус Замечательные Глубокие слова И особенно Опять-таки Что вы сказали С одной стороны Мы не можем Оправдывать Никаким образом Эти преступления И искать Какой-то смысл А с другой стороны Можем спрашивать себя Как я могу Стать лучше Как еврей Как человек Как муж Как отец Как сын То есть Каждый из нас Может ответить На это зло Добром И укрепить Любовь к своему народу Так же Как они убивали нас В ней Всякой зависимости От наших политических взглядов Так же Мы можем объединиться Как братья и сестры И взявшись За руки Дай Бог Увидеть скоро Победу И мир И мирное солнце Над страной Израиль Мы ждем вас Скоро Спасибо вам огромное Спасибо и вам Мария Идите хоронить Нашего мальчика И передайте Если можно Что мы все На этих похоронах Даже если мы далеко Семного дробов Я горжусь тобой Твоё желание Приносить пользу Это была твоя мечта Ты очень любил Любил детей Любил свою девушку Строил твои планы Далеко идущие Спасибо тем Кто был рядом С ним Он был счастлив Он говорил Мама Я здесь счастлив Спасибо вам огромное И в завершении Пусть песня Главного раввина Украины Моши Асмана Станет мольбой о мире Для народов Которые подверглись Агрессии Скажи отец Какое нам Предназначение Наметил творец И почему Не здесь Песня там Покоя нет И на сердце Рубец Послушай, сын Ответ один Мы предназначены Народом мира свет Ты это знай С горы Синай Вещал всевышний нам И заключил завет Нам ты шалет Не виден свет Но разве Торока лишь Чуть в конце Туннеля Шеренги бед И скрыт ответ Зачем избрали нас А мы не знаем цели Через века Его рука Нас бережет Вперед И незримо Направляя И наш совет Весь этот свет Нести по всей земле От края И до края ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, отец Какое нам Предназначение Наметил дворец И почему Не здесь, не там Покоя нет И на сердце Рубец Ты, сын мой, знай С горы Синай Всевышний Тору Дал и вечный Свой завет нам Чтоб всей земле Не быть во мгле Нам, сын мой, Очень-очень Надо много света Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok